2 месяца назад я решил быстренько протестировать 3 фильтра. Сделать лабораторный анализ из-под каждого из них. Заодно поговорить с представителем лаборатории, чтобы разобраться во всех нюансах фильтрации. Но все пошло совсем не так, как я себе это представлял. Конечно же я догадывался, что в одном видео невозможно разобрать все нюансы воды. Но кое-что мне узнать все-таки удалось. И вот представьте, лето 2019 я получаю результаты анализа воды. Направляюсь на интервью с представителем лаборатории и думал, что сейчас я устрою срыв покровов. Я получил результаты анализов, но я сейчас этим анализом иду к ним, для того, чтобы специалист разъяснил, что со всем этим делать. И я надеюсь, я смогу точно определить, какой из этих фильтров самый лучший. Мы обратились к специалистам Центр СЭС. Лаборатория Центр СЭС. Да. Можете, кстати, как правильно отчитается? Приветствую вас, как лаборатория, аккредитованная, испытательная. Называется лаборатория Центр санитарно-эпидемиологических заключений. Коротко, Центр СЭС. Лаборатория занимается химическим анализом воды. Водопроводной, колодцев, сточной воды, воды родников, воды природной, то есть водоемов. И все эти виды воды подлежат химическому исследованию. Для того, чтобы определить химический состав воды, обязательно лаборатория должна быть аккредитована в российской системе аккредитации. Иначе такая лаборатория, если она не аккредитована, заниматься исследованием воды химического состава, она не имеет права. Скажите, а как вообще человеку, который обращается к вам, либо в лабораторию, в любую, чтобы понять, что его здесь не обманут, а ему дадут тот анализ, который поможет ему выбрать систему фильтрации? Ну, лаборатории, вообще любой лаборатории, если она аккредитована, она проходит постоянные проверки Росаккредитации. Это организация, которая ведет строгий учет и контроль всему, что она делает. И обманывать, я не думаю, что будет обманывать. Есть момент просто навязывания ненужной услуги. Такие моменты могут быть, почему нет. Но нужно понимать, что любое предложение лаборатории, если она, опять же, имеет право делать такое предложение, то есть у нее есть аккредитация, она делает с точки зрения того опыта, того региона и того типа воды, с которым приходит заказчик. Ну, например, человек пришел и говорит, я в Санкт-Петербурге хочу проверить холодную воду водопроводную. Нет смысла ему делать, брать с него деньги за 20 исследований, 20 номинований воды. Да, табличка. Мы сделали как раз по 9. По 9. Почему по 9? Очень просто. У нас считается вода водопроводная в Санкт-Петербурге, которая выпускает водоканал, она считается экспертами. Это можно посмотреть в цех массовой информации, результаты исследований. Она считается достаточно высокого качества. Поэтому речь идет только о тех направлениях или о тех трубах, по которым эта вода доходит до потребителя. И если мы берем 9 показателей, это основные, вот на них всегда надо проверять воду водопроводную, то вот эти показатели, они уже выявляют, вода это хорошая или нет. Потому что если эти 9 показателей, они стоят дешевле, чем 20, естественно. Если эти 9 показателей, они соответствуют норме, то, скорее всего, все остальные еще 11, они тоже будут соответствовать норме. А как это связано? Почему считается, что если с этими все хорошо, то с остальными тоже, скорее всего, все хорошо? Это практика или это статистика? Да, это практика. Совершенно верно. Это практика. Надо сказать, каким образом происходит лабораторное исследование. Вот вы принесли пробу, заказчик принес пробу, ее кодируют. То есть лаборатория никогда не знает, кто является заказчиком этой пробы, откуда она. Ей присваивается номер, и в лабораторию уже из офиса проба приходит под номером. Идет абсолютно независимая и абсолютно незаинтересованная. Мы не знаем, откуда пришла вода. То есть получается не то, что неинтересно, а даже нет возможности как-то что-то приписать. Поэтому, когда вода пришла в лабораторию, мы знаем только номер пробы. И проводится ее анализ. Потом, когда уже лаборатория написала протокол лабораторных исследований, свою часть протокола, дальше поступают в офис эти сведения. То есть что в результате выявлено. И пробы это раскодируются. И специальный человек вовсе, он раскодирует эту пробу и пишет в протоколе, кто заказчик, и адрес места, где была взята эта проба. То есть абсолютная анонимность при проведении лабораторного исследования. Поэтому, когда мы получаем результат, то он абсолютно достоверный. Больше не нужно тратить целую кучу времени на сборку трубопроводов, если вы будете использовать систему быстрого монтажа Nexus. С этой системой весь монтаж это защелкивание трубы в фитинг. Причем, за инструментом вам понадобится лишь труборез и калибратор. Система быстрого монтажа SharkBite Nexus это испанская новинка, которую в этом году на наш рынок привезла Екатеринбургская компания Европа. SharkBite это трубы из шитого полиэтилена, металлопластиковые трубы и система быстрого монтажа Nexus. Теперь ваша работа с металлопластиковыми трубами и трубами из шитого полиэтилена больше не будет прежней. Как это работает? Я беру трубу, ровненько ее отрезаю, обрабатываю стык калибратором, который снимает и внутреннюю и внешнюю фаску. И соединяю трубу с фитингом до упора, до тех пор, пока в смотровом окне не появится зеленый индикатор. Хоп. И готово. Весь цикл по сборке трубы с фитингом вместе с отрезанием и калибровкой у меня занимает 11 секунд. Система Nexus неразборная, поэтому ее можно легко заливать в стяжку и прятать в стены. Фитинги Nexus белого цвета, поэтому собранная из них система выглядит аккуратно и эстетично. У SharkBite Nexus есть еще одна уникальная особенность. Это адаптеры. Допустим, вы закупились на объект. Выбрали все отводы, водорозетки, тройники, переходники или фитинги с накидной гайкой. Но не учли или в процессе монтажа выяснилось, что тройник, например, нужен с переходом на резьбу. В случае с фитингами Nexus задача решается очень просто. Вы просто берете соответствующий переход с наружной резьбой с внутренней или адаптер с накидной гайкой. Соединяйте с фитингом и вот у вас уже фитинг с внутренней резьбой. При монтаже резьбовых фитингов Nexus рекомендуется резьбу уплотнять, например, льном, нитью или фум-лентой. Хотя при этом производитель рекомендует использовать силиконовую ленту FACOT. Если вдруг вы не знаете, как работать со всеми этими уплотнителями, ссылочки в описании. Фитинги полностью полимерные. Выдерживают максимальную температуру 140 градусов и максимальное давление в 100 бар. Система, собранная на этих фитингах, не имеет ограничений по классам эксплуатации. Доступны все классы с 1 по 5. Диаметры фитингов универсальные 16, 20 и 32, а вот вместо 26 используется 25 размер. Поэтому при выборе фитингов Nexus и трубы будьте внимательны. Система застрахована на сумму 25 млн евро. При использовании системы SharkBite целиком труба и фитинги гарантия 10 лет. При монтаже водопровода или отопления почти нет труднодоступных мест. Не нужно залазить двумя разводными ключами, как в случае с обжимным фитингом. Или пресс-инструментом, который занимает гораздо больше места. Применялась ли новинка на реальных объектах? Да, SharkBite Nexus уже успешно работает на многих объектах в разных странах мира. В России, Испании, в Канаде, в Австралии, Амане и Панаме. Я буду не я, если лично не проверю эту систему на давление. Я собрал вот эту вот штучку, накачал туда 60 бар давления и знаете, система держит. Всё, 60 бар. Качнул. Ну и самая главная стоимость. Фитинги Nexus стоят на уровне обжимных фитингов. Сравниваю с обжимными, потому что для них достаточно всего 2 ключа. А для пресс-систем нужен дорогостоящий пресс-инструмент. Но в отличие от обжима у Nexus есть неоспоримое преимущество. Их можно монтировать скрыто в полу или в стенах. Хотите попробовать систему SharkBite Nexus? Для моих подписчиков компания Европа делает небольшую, но приятную скидку и бесплатную доставку по всей России. Более подробно в описании. Вы знаете, мы же группа компаний. И мы ещё очень можем давать хорошие юридические советы вашим клиентам. Это вообще бесценно, потому что очень часто не от человека зависит даже качество воды, которую он пьёт. А от того, как он добьётся, чтобы эта вода к нему поступала чистой. И вот ему помочь, дать ему грамотную консультацию, у меня такие хорошие специалисты. Мы всегда готовы это сделать. Я понял. Значит, обращайтесь к специалистам. Если у вас сложности с водой, то вам помогут разобраться в этом вопросе юридически. Центральные офисы нашей компании находятся по адресу Санкт-Петербург, Митрофаневское шоссе, дом 2, бизнес-центр «Адмирал», офис 229. И вы можете обратиться по любым вопросам, связанным не только с лабораторными исследованиями качества воды, но и с юридическими вопросами, которые помогут вам обеспечить качество вашей воды при взаимодействии с управляющей компанией, например. А вы работаете, у вас только Санкт-Петербург вообще? Нет. Мы работаем по всей стране. По всей стране? Да. Просто в воду, понимаете. Когда речь идет о том, чтобы забирать воду где-то, допустим, не из Ленинградской области, а из какого-то другого региона, нужно понимать, что отбор пробы и доставка воды должны быть при определенных условиях в определенные промежутки времени. И если это можно соблюдать, тогда мы можем принять эту воду. А какой максимальный, предположим, срок, мы набрали с утречка, сколько у нас времени, чтобы можно было адекватный анализ сделать? В зависимости от того, какие показатели, это нужно узнавать уже санитарного врача. Потому что санитарный врач, в зависимости от тех показателей, на которые берется вода, она вам даст точный ответ. А то есть человек звонит, говорит, я из города Владивостока, я утрирую очень сильно. Да. Тогда уже санитарный врач говорит, что или как может. Может он помочь или нет. Я понял. Хорошо, я понял так, что совершенно логично. То есть человек из Краснодара не должен везти сюда воду на анализ в Санкт-Петербург. Потому что это другой регион. Нет, можно. Он может привести эту воду на анализ. Но тогда уже надо все показатели смотреть, да? Да. Вот вода Ленинградской области и вода Санкт-Петербурга имеют свои отличия. И поэтому, естественно, когда мы говорим о другом регионе, мы должны понимать, что там 9 показателей могут быть недостаточно. То есть если человек захочет привезти воду из города Подпорожье Ленинградской области или из Луги, или из Сартовала, Карелии, то значит мы уже берем не 9 показателей, а уже берем больше для того, чтобы понять, что за вода в принципе. Мы выбираем ему, вот эти 9 показателей, как правило, они делаются всегда. А дополнительные показатели мы объясняем заказчику, что даст ему тот или иной показатель, что он увидит. Ну вот, например, водопроводная вода, она вообще как бы считается достаточно безопасной в любом случае, хотя всегда есть исключения. Но, например, когда мы говорим о воде колодцев или родников, то там вот этих ограничений, как 9 показателей, нет. Почему? Потому что на воды родников, колодцев очень влияют талые воды, сточные воды, после дождей воды, которые могут попасть туда. И, естественно, вот этот вот контроль, который... Что такое лабораторное исследование? Это контроль вашей воды. Вот если вы ее контролируете периодически, значит вы можете с уверенностью говорить, что вы пьете безопасную воду. Контроль лабораторный, только лабораторный контроль. Если мы говорим про воду водопроводную в Санкт-Петербурге, нужно проводить не реже, чем раз в 6 месяцев. То есть, потому что могут меняться состояния труб, может меняться... В том числе и в квартирах водопроводную воду тоже. Конечно, квартира. Если мы говорим о колодцах, то в идеале, конечно, делать как минимум 4 раза в год. Почему? Потому что меняется сезон, и в результате смены сезона могут быть какие-то изменения. Есть случаи, когда необходимо контролировать качество воды лабораторным способом, то есть давать воду на лабораторный анализ каждый месяц. Это какие случаи? Потому что есть такие, скажем, места, где, например, рядом находится свалка или могильник, или находится какой-то промышленный объект, а в нем есть гальваника и так далее. И у человека колодец, и он понимает, что он может... Находится рядом с санитарно-защитной зоной этого завода, или этого могильника, или так далее. И он рискует каждый, и поэтому ему в этом случае есть смысл. Потом водопроводная вода, она действительно показатель именно в Санкт-Петербурге достаточно. Но если вы находитесь в промышленной какой-то зоне, в каком-то регионе с развитой промышленностью, скажем, и отдаленной от центра, то я считаю, что есть смысл делать на такие серьезные химические яды, как кадми, допустим. Почему? Потому что он токсичен, потому что он накапливается в организме. Он действительно приводит к серьезным последствиям для организма. Поэтому если вы из неблагополучного региона, а у нас карта неблагополучных регионов в интернете это можно посмотреть всегда, то, конечно, там лабораторные исследования правильно делать расширенного показателя. Санкт-Петербургу достаточно. Хорошо, а правильно ли мой вывод, если я скажу так, что у нас есть водоканал, который очищает воду, за качеством воды следят, который выходит с водоканала, а дальше уже то, что вода цепляет по трубам, вот этих девяти показателей как раз достаточно для того, чтобы понять, что нацепляло в трубах. Потому что никаких внешних туда ничего попасть, какой-то радиации там или каких-то микроб уже не может. Ну это очень редко, и то это может случаться во время каких-то аварий. Надо сказать, что есть контроль качества воды периодически, о котором я говорила, а есть еще контроль качества воды после аварий, после замены труб. Просто в трубе могли оставить какой-то предмет нечаянно. Да, я согласен. После ремонта, после аварий, после реконструкции систем водопроводных и так далее. В этом случае контроль тоже всегда обязательный, и он прописан в законодательстве. То есть если, например, в вашем доме поменяли трубы, то управляющая компания, которая поменяла трубы, она сразу обязана сделать анализ воды. Анализ воды, да. А, то есть любой житель по запросу может посмотреть… Ознакомиться, да. А вот вы вначале сказали, что ваша лаборатория занимается химическим анализом. Да. То есть а бактериологический и радиологический… Нет, мы бактериологическим анализом не занимаемся. Мы сотрудничаем с другими лабораториями… Ну то есть к вам можно приехать с этим вопросом, но вы решите вопрос. Аккредитованные испытательные лаборатории, которые занимаются микробиологическим анализом, передадим вашу пробу для того, чтобы они провели свое исследование. Мы занимаемся еще радиологией. Да, то есть радиологический состав воды, вернее, показатели на радиологии мы можем вам сделать самостоятельно. Это входит в нашу область аккредитации. Паразитологический анализ воды тоже это специальные лаборатории делают. У нас в городе лаборатории, которые бы делали все… Нет, я понимаю, да. Практически, да. И, скажем так, я считаю, что лаборатории, которые пытаются делать абсолютно все самостоятельно, где-то будет ущемление качества работы. Понятно, да. Это разное оборудование, разные специалисты, разные области знаний. Потому что, как вот вы говорили, что у нас химический анализ, бактериологический, и вот радиология – это все разные, и кроме этого еще отличается, что у нас есть водопроводная вода и природная вода. Да. К водопроводной воде более жесткие требования, чем вот… Совершенно верно. Мой пьем из колодцев, там скважин. Есть поселения, которые действительно используют воду сразу из рек, из озер и так далее. Безусловно, они исторически… Сложилось так, что они употребляют эту воду. И, безусловно, что для них эта вода является единственным источником питьевой воды. В этом случае тяжело сказать, хорошую воду они пьют, плохую они воду пьют, какие будут последствия – это нужно все проверять. Вообще, лабораторное исследование воды, я считаю, что это самое главное, что человек должен сделать для своего здоровья. Да, это понятно. Потому что, вот, даже, вот, ну, я не знаю, любимый кот, там, приуныл, ведем к ветеринару. Ветеринар что делает? Он направляет кота на анализы. Понятно, да. А потом он только назначает лечение. И поэтому, чтобы сделать фильтр или подавать, вообще решить проблему. Бывает, что вода, водопроводная или другая вода, она прекрасного качества с точки зрения органолептики, с точки зрения химического состава. Даже микробиология у нее хорошая. Но у нее могут находиться паразиты, у нее могут находиться радиологически, она не соответствует норме. И такую воду уже пить нельзя. То есть, исследуя каждый сегмент воды, каждое свойство воды, мы должны понимать, что если что-то не соответствует, то ее уже нельзя пить. И решение какого-то единого проблемы в данном случае не существует. То есть, если у нас мутность, мы делаем фильтры. Но ни один фильтр не положит, если у нас радиологически картина плохая. То есть, то, что мы сейчас говорили про населенные пункты, которые берут воду прямо из источников природных, можно формулировать так, что если там вот этот населенный пункт пьет ту воду прямо из реки или из озера, значит, это касается конкретного населенного пункта. И нельзя сказать, что я в соседнем регионе, а я тоже буду пить из озера. Конечно. То есть, если исторически сложилось, что люди пьют оттуда воду, значит, там, наверное, можно ее пить. Но нельзя быть абсолютно уверенным, что… То есть, если я выпью эту воду, наверняка я помогу почувствовать дискомфорт, потому что я не привыкла к такому качеству воды. Но и мы, опять же, даже они пьют, они вынуждены пить эту воду, но у него нет другого выбора. И мы не знаем, как влияет это на состояние их здоровья или нет. Смотрите, у нас мы провели лабораторное исследование пробы воды на химический анализ и органолептический анализ. В данном случае было выявлено превышение норм по цветности, мутности и железу. Чем плохо это для потребителя? Мутность, она показывает состояние воды с точки зрения нахождения привесей, таких как песок и так далее. То есть трубы старые, все это дело полетело, водопровод, это есть в нашем анализе, что здесь присутствует. Да. Значит, дом, в котором мы брали анализ воды, часть труб, большая часть труб из железа сделаны. И в железе, если вы смотрели старые ролики, то там есть внутри, как это выглядит внутри. Там внутри оно обросло все этими, я называю сталактиты, как оно правильно называется, я не знаю. И всякий раз, когда воду включают заново после каких-то ремонтных работ, просто вытекает кофе. И это кофе, оно потом протекает туда-сюда, и вода становится прозрачной. Но на вид мы видим прозрачное. По факту вот эти сталактитики, вот эти кусочки окисления, которое произвел кислород, оно все равно попадает к нам в водопроводные краны. И мы, те, кто люди без фильтров, они эту воду пьют. Собственно, вот об этом сейчас и речь, что вот та самая мутность, которая присутствует в нашей воде. И цветность. Цветность превышенного нормы. Что это означает? Это означает, что в этой воде, в этой пробе воды было обнаружено больше нормы содержания каких-то органических веществ. Но обычно такие органические вещества бывают в источных водах. То есть это органика, гумус. Да, я понимаю. Но как человек, который работал с системами, мне кажется, что маловероятно попадание каких-то сточных вод, там, ливневой воды, еще какой-то в систему водопровода. Потому что совершенно разные трубы, совершенно разные системы. Ливневая канализация у нас, она самотеком идет, труба водопроводная, она под давлением идет. И как бы одно в другое попасть не может. Разве что при ремонтных работах могли, там, что-то туда попало, и оно как-то постепенно растворяется. Это единственный источник, за чего попасть вода может. Грязь, вот, скажем так. Да, тем не менее, да, это скорее всего. Но оно есть, но фактически сказать, откуда оно там взялось, ну, не представляется возможным просто. Ну, и третье, что у нас выявлено о превышении норм, это железо. Это очень распространенное явление, да, превышение железа в пробе водопроводной воды холодной. Железо, оно не токсично. Угу. То есть говорить о том, что, как бы, оно прям вот, если у вас один раз вышла такая вот повышение железа, это повредит организму, ну, как бы, сложно. Но если постоянно пить такую воду. Так. Уже все желтое. Это проблема не сегодняшняя, она давно существует. Ну, это понятно, да, да. Понятно, что наша водопроводная вода, с ней все хорошо, за исключением некоторых показателей. Вот. Некоторые люди считают, что достаточно воду прокипятить, даже просто взяв ее из озера. Просто прокипятить, и тогда ее можно пить, и с ней уже все хорошо. Есть ли какие-то возражения на эту тему? Если да, если нет, то почему? То есть что это может повлечь? Если мы говорим с точки зрения бактерий определенных, специалисты, конечно, по БАК лаборатории ответят на этот вопрос более четко. Но, безусловно, кипячение является одной из вариантов обеззараживания от некоторых видов бактерий. Но, когда речь идет, например, о жесткой воде, говорить о том, что это нас спасет от жесткой воды, мы не можем. Никто не спасет. И от железа не спасет тоже. И от железа не спасет, правильно, и от кадмия не спасет. Потому что там, во-первых, мы еще даже не можем с вами сказать, вот если, например, тот же кадмий, который токсичен. Если мы кипятили воду, она стала хуже, вода, что осталось с водой? Она могла хуже стать, да? Да, что там произошло. Поэтому кипячение, да, я, например, пью кипяченую воду. Я не пью воду из кулера, я пью кипяченую воду. Но вы, как профессионал, уже знаете, что в кулере живет, как его не обслуживают. Поэтому, безусловно, как бы, несмотря на то, что мы ухаживаем за кулерами и понимаем всю важность правильной воды и проверяем воду, тем не менее, все равно я пью только кипяченую воду из кулера. Но при этом я не знаю, какой химический ее состав, если я не проверяю лабораторию. Я понял, да. То есть мы говорим, если мы кипятим воду, то получается даже не все бактерии могут быть убиты. Если бактерии убиваются, то паразиты… Ну, это уже вопрос к специалистам. Еще очень важно, какая санитарно-эпидемиологическая обстановка в том или ином регионе. И если нет никаких катаклизмов, ни наводнений нет, ничего такого, то, как правило, кипячение является стандартной процедурой. А если, например, какие-то идут катаклизмы, происходят какие-то наводнения и так далее, я думаю, что здесь вопрос уже совершенно другого толка и здесь должны специалисты давать оценки. Напомню, что мы разговариваем со специалистом по химическому анализу. И мы сделали и бактериологические, и химические входящие воды. И стало понятно, что по бактериям вода хорошая. То есть нет смысла делать бактериологию после фильтров, если она до фильтров изначально хорошая. Говорить о бактериях в воде, собственно, сейчас бессмысленно, потому что этим должен заниматься другой специалист, который более узкопрофильный. Микробиолог. Да, микробиолог, совершенно верно. А так, как говорит нам Елена, у нас с фильтрами все хорошо, которые отработают. Ситуация следующая. Вот сдали лабораторные исследования. После того, как мы получили пробу на бак-анализ, мы передали в аккредитованную лабораторию, которая имеет право производить лабораторные исследования по микробиологии. Наши партнеры, микробиологическая лаборатория, они произвели анализ, и этот анализ был в норме. Да, проба, которую брали из-под крана, она не соответствует вот трем показателям нормативу. То есть мутность, цветность железа не соответствовала. А после того, как вы использовали фильтры и принесли нам пробы воды уже после фильтра, то, несмотря на то, что фильтры были разные, все пробы соответствуют норме. То есть мы вообще не говорили о том, что фильтр какой лучше, какой хуже. У нас задача одна – соответствует норме или не соответствует. Соответствует все, дальше ничего нам не надо. Не соответствует – решаем проблему. Да. Таким образом получилось, что все фильтры справились с задачей приведения воды по трем показателям в норму. А есть вообще понимание, что такое питьевая вода? То есть есть ли этому какая-то характеристика? Да, безусловно. Ну, кроме того, что на бутылке написано. Есть ГОСТ, который определяет термин, что такое вода питьевая. Ага, значит, мы этот ГОСТ найдем и покажем. Да. И вообще нормативные документы очень… Вот я рекомендую всем читать нормативные документы. Это ГОСТы, САНПИНы для того, чтобы разобраться именно в своей воде. И я бы еще хотела сказать о том, что есть понятие такое производственный контроль качества воды в водопроводной горячей воды. Мы с вами сегодня говорили про холодную воду. Да, холодная вода. Горячая вода – это намного интереснее процесс. Потому что там помимо вот того, что может быть в холодной воде, там есть еще свои особенности. Например, что-нибудь ужасное? Ну, например, очень ужасное – это легионелы. В горячей воде? Да. Если горячая вода будет температурой ниже 65 градусов, то там могут заводиться легионелы, которые очень опасны для здоровья. И эти легионелы могут приводить даже к необратимым последствиям для здоровья. Мы привыкли к тому, что у нас вода в кранах идет ниже 65 градусов. То есть, проще говоря, если вы решили попить горячей воды, то горячую воду пить вообще нельзя. Ну, например, не просто вы из-под крана решили кипяточку себе налить, хотя бывают и такие люди. Но вам отключили холодную воду, но есть горячую. Вы решили как бы налить горячую, чтобы она остыла и дальше попить ее. То есть вот этого делать категорически нельзя, потому что температура не поддерживается. Заданные 60-75 градусов, как требует того СНИП, а легионелла может и не погибнуть даже при 60. Проверять горячую воду нужно также, не реже, чем раз в 6 месяцев. Вообще у предприятий существует производственный контроль. У населения должен быть свой контроль. Периодичность… Вот что значит контролировать? Это значит делать лабораторные исследования с определенной периодичностью. Если вы сделали один раз, подумали, у меня все хорошо и перестали делать, это контролем не является. Согласен. Поэтому производственный контроль, он сейчас даже связан… Вот производственный контроль качества воды, водопроводной горячей воды, он даже сейчас связан с государственной программой мониторинга качества воды. А что касается самих людей, то те люди, которые водопроводную воду, значит они должны проверять ее реже, чем раз в полгода и плюс после аварии. Хорошо, с горячей водой мы условно разобрались. Да. Там копится за счет температуры, бактерии кайфово там, она размножается. Если мы берем холодную воду, у людей стоят магистральные фильтры. Мы рекомендуем менять фильтры не реже на холодной воде, чем раз в 6 месяцев. Потому что там тоже собираются бактерии, но производители рекомендуют раз в 7 месяцев менять. То есть в холодной воде насколько быстро они могут собраться? Они откуда берутся вообще там эти бактерии? То есть если берем фильтр, который стоял полтора года, его никто и его там прямо скользкий такой. Вот вы знаете, бывает, что фильтр стоит у людей год, два и проблем у них никаких нет. И качество воды показывается, что качество хорошее. Бывает он простоял 2 месяца и его надо менять. Это вопрос очень индивидуальный. И каждый должен смотреть, что у него происходит и контролировать себя сам. Например, если у вас в доме стоят общедомовые фильтры, достаточно серьезный дом современный. И плюс вы ставите свои фильтры, то как правило действительно то, что рекомендует производитель, оно будет соответствовать. Хорошо работать, да. А если, например, дом не меняет фильтры или, например, вы видите, что напор воды как-то изменился или еще что-то, значит не надо ждать 6 месяцев, надо сейчас заниматься своей очисткой. Если сможете ответить на вопрос, что такое жесткая вода, ну, может быть, соли жесткости, что это значит? Да, соли жесткости, понимаете, это вообще, это самая распространенная проблема качества воды. Согласен, да. И разные подходы за рубежом и у нас, и разные требования к жесткости за рубежом и у нас. Но дело в том, что жесткость, она бывает постоянная, непостоянная, еще и общая жесткость. И когда ты выбираешь фильтр или когда ты делаешь анализ, нужно понимать, какая у тебя, что с этой жесткостью, что это за жесткость у тебя. Ну, если вы видите, что у вас в чайнике появилась накипь, да, и белые хлопья плавают, ну, безусловно, это уже первый сигнал тому, что нужно срочно заняться водой. Дело в том, что если жесткость воды повышенная, она, как говорят в нашей рекламе, влияет на качество работы бытовой техники. Это безусловно. Нагревательные элементы. Нагревательные элементы. Поэтому здесь первое же кипячение воды покажет, что есть проблемы, нет, и надо ее решать. Правда ли, что нагрев жесткой воды требует больше энергии, чем мя. Это к физикам. Это к физикам, да. Вопрос, конечно. Хороший ответ, да. Анализ воды делается по 9 показателям, и он стоит каких-то денег. То есть, можете ли более подробно рассказать, чтобы человек мог понять, то есть, сколько стоит анализ воды, и надо ли ему анализ сделать на 20 показателей, или ему достаточно вот этих вот 9. Да. Вопрос стоимости. Как правило, у нас по городу приблизительно одинаковая стоимость у всех лабораторий. Ну, потому что одни и те же используются. Нормативы, технологии. Нормативы, технологии, да, и так далее. Поэтому здесь плюс-минус очень небольшой везде. И это можно позвонить в лабораторию и узнать точно. Но по поводу выбора показателей, безусловно, есть смысл сразу поговорить с санитарным врачом лаборатории, когда вы позвоните и расскажете свою проблему, как вы ее видите. Если это обычный просто рядовой контроль воды водопроводной, холодной, да, на химический анализ и на органолептику, то, скорее всего, вам специалист предложит 9 показателей. А, то есть, смотрите, я сейчас звоню в лабораторию и говорю, значит, я нахожусь там-то, там-то, такой-то район, и мне уже специалист скажет, сколько параметров мне надо. Да, он знает. И более того, вот у нас, например, лаборатория существует более 12 лет. Естественно, специалисты, это санитарные врачи, это люди хорошо разбираются в том, какой именно анализ вам предложить. И если вы пришли из хорошего нового дома, где стоят фильтры и общедомовые, и ваши, и так далее, и так далее, то он, во-первых, задаст вам вопросы, да, и в результате он вам порекомендует тот объем лабораторных исследований, который хороший именно для вас. Если вы пришли из частного сектора, и у вас, например, как бы водопроводная вода, там, допустим, район неблагополучный, статистика огромная за 12 лет. Я понял. И поэтому уже, естественно, будет рекомендоваться, и эта рекомендация, она всегда будет обоснована. Я понял. Значит, немного такое лирическое отступление. Ну, кто следит за системой фильтрации? Естественно, управляющая компания, обслуживающая организация, которая меняет фильтры, чистит там их, меняет и следит за анализом воды. Но часто бывает так, что на это просто забивается болт. Вот пример. Есть теплопункт, который приходит из города вода, теплоноситель, она нагревается через теплообменник, нагревает воду, которая в доме. Вода в доме, она берется из водопровода. Естественно, она не подготовлена с кислородом. И в этом тепловом пункте стоит агрегат, который эту воду, скажу простым языком, выкуривает оттуда кислород. В какой-то момент на это забивается болт. То есть реагент не покупают, кислород не выкуривается и нагревается просто обычная холодная вода. В результате вода с кислородом, горячая, она более активная и идет в водопроводную систему ГВС. И там уже все эти полотенцесушители, которые люди стальные поставили, еще чего-то, еще чего-то, начинает все очень быстро ржаветь и коррогировать. Собственно, здесь ситуация такая же. Если обслуживающая организация не будет следить за фильтрами, которые в новом доме стоят, как вы сейчас только что сказали, то ситуация, как мне кажется, может стать еще хуже, чем она была бы без фильтров и шла бы прям городская вода. Или это не так? Согласно законодательству, у каждой управляющей компании на каждое здание, которое она управляет, должна быть программа производственного контроля качества водопровода горячей воды. Согласно этой программе, там должно по каждому дому быть расписано, первое, как часто отбирается вода, как часто делается обслуживание этих систем. То есть то, что мы говорили в начале, всегда есть эти протоколы, любой житель может прийти посмотреть, как давно это дело обслуживалось, менялось и что там происходит вообще. Более того, если управляющая компания вот эту программу производственного контроля не разработала и, естественно, ее не соблюдает, то это нарушение. Это нарушение по линии Роспотребнадзора. И человек, потребитель может обратиться в органы Роспотребнадзора с жалобой на то, что в данном случае ему не предоставляется протокол и не производится производственный контроль качества воды. При этом, я просто рекомендую людям, прежде чем обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, обратиться с просьбой в управляющую компанию, письменной просьбой, о предоставлении этих протоколов качества воды за, например, период, за год, например, или за последние три месяца. И если управляющая компания вам не предоставляет ничего, тогда вы имеете право, и тогда это будет очень правильно. Вы берете вот это вот свое письмо, которое вы отправили в управляющую компанию, на которое стоит штамп управляющей компании, что она у вас приняла. Ну, там входящий номер пишется, да. Или, если управляющая компания не хочет ставить вам печать, отлично, вы можете послать запрос почтой России, при этом с описью и вложением. И если, например, в течение 30 дней вам не ответила управляющая компания, вы обращаетесь в уголовную Роспотребнадзора и говорите о том, жалоба, и говорите о том, что был сделан запрос, но в запрос не было ответа, прошу провести выездную проверку, и при этом прошу провести проверку состояния систем воды. И тогда лаборатория, которая является лабораторией Роспотребнадзора, приедет и бесплатно для вас в качестве контроля, неплановой проверки, проверит качество этой воды и сделает свой протокол. И если это качество не соответствует требованиям, то управляющая компания будет наказана. И также она может быть наказана, если, конечно, работники Роспотребнадзора сочнут нужным, она будет наказана за то, что у нее нет документа, который регламентирует периодичность и состав производственного контроля. Потому что воду надо еще отбирать, уметь знать, где ее отобрать. То есть должны быть определены точки отбора воды. И, конечно, если вы знаете свои права, и вы поступите вот таким образом, юридически грамотно, то я думаю, что управляющая компания начнет производить лабораторные исследования воды с нужной периодичностью. То есть, получается, не следить за этой системой, это, во-первых, не в интересах компании, во-вторых, если есть жители, которые, скажем так, активно следят за состоянием воды и за своим здоровьем, ну, следовательно, с фильтрами будет все хорошо. Совершенно верно. Да, но это тоже тот же вопрос, чтобы не было распущенности управляющих компаний, которые могут отправлять свободное плавание в свои системы, свои фильтры или в свои системы, которые должны выкуривать кислород из горячей воды. Государство обязывает управляющей компании следить за качеством воды, которую потребитель использует. И потребитель, зная это, может правильно и грамотно обязать эту управляющую компанию отчитываться перед ней за качество. То есть, то, что люди некоторые говорят, а там жалобщики опять что-то там жалуются сюда-сюда. Но именно благодаря таким людям, которые не сидят на одном месте ровно, а добиваются своего, и благодаря им и поддерживаются вот эта вот вся эта система. Потому что, как вы говорите, юридическая помощь зачем нужна? Потому что не хотят некоторые компании, видимо, исполнять свои обязанности. А если человек будет сидеть молчать, ну и никто не узнает об этом. Конечно. А так? Но жаловаться нужно грамотно. Естественно. То, что мы говорили чуть выше, что не просто так на всех подряд. Должны быть факты, должны быть какие-то документы, входящие письма, заявления. И вот помочь правильно составить документы мы можем, потому что мы эти нормативы все знаем. И по качеству воды, и по юридическим требованиям, и по то, каким образом, и что должна соблюдать компания. То есть такие, это очень узкие, узкие такие вопросы, которые действительно знают только ограниченное число специалистов. Многие люди убеждены в том, что фильтры с обратным осмосом это лучшее решение, которое может быть. То есть некоторые люди считают, что обратный осмос, он решает все проблемы. Хотя некоторые компании, которые продают фильтры, они говорят, что наши фильтры не пропустят бактерии. Я считаю, что здесь только можно говорить после проведенных лабораторных исследований. Это само собой, да. Либо они должны предоставить эти лабораторные исследования, потому что бактерии-то у нас очень разные. Вот, в этом вопрос. Они же есть, что у нас, бактерии, есть паразиты, вирусы. То есть это совсем разные размеры получаются. Смотрите, производитель, безусловно, должен нести ответственность за то, что он говорит. Все, что он говорит, должно быть подтверждено лабораторными исследованиями. Которые, я считаю, те исследования заинтересованной стороны, то есть производителя протокола, они должны подтверждаться еще независимыми протоколами. И опять же, должна быть наработана статистика. То есть у нас должны быть накоплены вот эти протоколы, эти лабораторные исследования. Потому что, может быть, в условиях, когда из завода выходит фильтр, все прекрасно. Но он поработать, может быть, месяц, и мы не знаем, насколько он… То есть вот вообще на такие… это очень интересные исследования, которые необходимо проводить. И, возможно, при накоплении статистики таких лабораторных исследований будут замечены какие-то изменения, которые не позволят вам ответить на вопрос однозначно. Я понял. Но, естественно, все зависит от входящей воды. То, что мы сейчас говорили, вода у нас сейчас такая, через полгода она такая. И говорить о том, что ваш фильтр проработает год и будет давать хорошую воду, ну, бессмысленно. Безусловно. Нет. Вообще в таких случаях что-либо просто говорить нельзя. Можно обсуждать только результаты… Конкретной воды. Конкретных исследований. Есть мнение, что обратный осмос – это практически то же самое, что дистиллированная вода. Может быть, есть какие-то, скажем так, противопоказания, что такую воду в принципе нельзя пить долго или постоянно, которая вода обессолена… Понимаю. Ну, все сделано. В интернете вы можете найти исследования и наших, и зарубежных ученых, которые говорят о том, что вода дистиллированная – это не вода, которая пригодна для постоянного питья. Потому что все-таки вода насыщена определенными минералами. Да, пускай в определенном количестве, да. Она насыщена каким-то другим составом, который нужен организму. И, в принципе, организм вряд ли может еще где-то это взять. Но считается, что с водой попадает очень мало этих минералов, что больше всего попадает это с едой. И якобы то, что мы воды попьем дистиллированной – это как бы ерунда все. То есть можно пить. Вот если человек что-то утверждает, он должен предоставить доказательства. Не мы должны доказать, что он не прав, а он должен доказать свою правоту. А мы должны взять эти доказательства, изучить их и, возможно, вынести какое-то исследование. Без изучения этих доказательств отвечать на такой вопрос нельзя. По-другому, значит, в городе Атыраута, Казахстан, есть Каспийское море. Воду берут прямо из Каспии. Они ее воду опресняют и подают в систему водопровода людям. Но людям выдают, скажу так, витамины, минералы, чтобы они могли, видимо, восполнять то, чего не хватает в воде. То есть это все-таки говорит о том, что дистиллированная вода действительно неприменима. Постоянное изменение о том, что вы сейчас говорите. Вы знаете, люди вынуждены таким образом получать эти минералы, пить эту воду. Но мы не можем с вами достойностью сказать, насколько их жизнь из-за этого укоротилась. Не можем, потому что влияет все. Потому что минералы, принимаемые искусственно, таким образом, они тоже не всегда полностью усваиваются организмом. Да, согласен. А если они растворены в воде, даже в меньшем количестве, они усваиваются, скорее всего, организмом более качественно. Поэтому это вынужденная мера. У нас еще был такой вопрос, вы говорите там, мы говорили про радиологию. Что такое радон? Как его можно выкурить из воды и чем он опасен? Был вот прям конкретно вопрос у нас. Смотрите, у нас все делится на такие как бы части. Меньше нормы, больше норм. Если больше нормы, все, мы просто не используем эту воду. Если меньше нормы, мы ее пьем. То есть задача лаборатории все-таки, чтобы понять, вы находите, вот, либо он есть радон, либо его нет. А если он есть, ну, мы не знаем, что делать, что хотите, делайте. То есть мы просто говорим, что он есть. Или вы предлагаете решение? Нет. Дело в том, что часто очень к нам обращаются заказчики. Мы выявляем какое-то отклонение от нормы. И в некоторых случаях, безусловно, мы можем дать рекомендации. Мы не говорим, пользуйся таким-то фильтром. Это неправильно. Согласен. Ну, мы говорим, что здесь тебе нужна вот система очистки, например, такой способ очистки или такой. То есть это, в принципе, ситуация достаточно часто стандартная. А человек, который заказчик сам выбирает, какой он будет использовать фильтр, но у него уже есть рекомендации. Можешь прийти к тем, кто этим фильтром занимается, принести протокол. И они должны его прочесть и должны его понять. А с радиологией все не так просто. Почему? Тут, понимаете, тут очень много частных случаев. Да, очень коротко, потому что понятно, что это очень большая тема. Да, это отдельная тема. Как правило, как может вода быть радиологически загрязненной? Как правило, когда в нее случайно и каким-то образом попадает источник. И вот этот источник должен быть выявлен и грамотным, правильным образом, регламентированным должен быть удален. И потом уже тогда, после этого, в зависимости от того, а что это, какая это была доза и так далее, специалисты уже, радиологи принимают решение, каким образом проводить улучшение ситуации. То есть, получается, должен конкретный специалист решить вопрос, что делать именно с этим элементом, который находится в конкретном воде. Вот с этой ситуацией, когда возникло. Вот обнаружили в колодце, например, все было хорошо, обнаружили превышение. Должна найти источник. То есть, пока мы не найдем источник, ничего. То есть, значит, где-то там лежит что-то, что, если раньше этого не было, что дает определенное повышение уровня. И это специальные службы, которые должны удалить это. То есть, это не лаборатория уже, там уже идет взаимодействие, но там идет четкий регламент. Это все регламентированные действия согласно государственным требованиям. А потом уже специалисты, специальные службы, дальше, они эту процедуру доводят и они решают, что делать с этим источником, что делать с этим колодцем и так далее. Это уже не лаборатория, это уже не мы с вами, это уже не потребитель решает, это решает соответствующая служба. А вы говорите, что вы, например, рекомендуете некоторые решения. Например, у вас есть на вскидку несколько вариантов, как бороться с радоном. То есть, это решабельный вопрос или нет. Я просто к тому, что если мы не нашли источник, то такую воду чем-то можно фильтровать или просто нельзя пить? Ее нельзя пить. Нужно четко выявить причину загрязнения. Обязательно. Потому что причины могут быть очень важны. Это касается не только радона, а любого такого вещества. Любого такого вещества, да. То есть, вот ответ для тех, кто задавал, что нужно искать источник. То есть, фильтровать чем-то эту воду, ну, наверное, невозможно, либо очень сложно. Первая задача найти источник, его удалить. Специальные службы должны это сделать, потому что его нужно правильно утилизировать, спрятать, грубо говоря. И только потом с этой водой можно что-то делать. А потом уже специалисты должны дать рекомендации, что делать с этим источником воды. Да, то есть, можно ее как-то дальше эксплуатировать на колодице или скважину, или нельзя. Или нельзя. Ну, это редкие случаи, но они бывают. А у нас просто есть радоновые озера, ну, вы же знаете, Ленинградской области. Нет, но это природные источники. Нет, я не понял, природные просто к тому, что там вот вода прозрачнейшая, там ничего не происходит. Там, не знаю, есть рыба, нет. Но какие-то водоросли бывают. Это как бы природа, да, создала. Здесь уже, это уже, ну, нам не должно иметь никакого отношения, мы не должны туда... Нет, я понял, что мы не должны, я просто как пример сказал. И я полагаю, что человек задает вопрос, возможно, у него вот есть рядом какое-то озерко такое, он хочет надо воду пить. Не надо ходить в это озеро просто. А если мы говорим о том, что у него в колодце все было хорошо. А потом стало так, то все. Если у него сдох, у него почему-то стал превышен уровень загрязнения, то в этом случае обязательно нужно разбираться и находить причину. А если изначально пробурили скважину или колодце, там стала такая вода с какой-то радиацией, то все, мы ее не изучаем. Это все, понимаете? Изучаем. Вот прежде чем лечить болезнь, нужно сделать диагноз. Проблемы нужно идти, да. Лабораторное исследование, и как долго лабораторное исследование выявило что-либо, дальше определяется доктор, кто будет лечить проблему, кто будет помогать лечить. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Я вот для примера расскажу такой. Мы много ездим по загородным домам, строим систему, там систему водопровода, отопление. И недавно мы были на Мурманском шоссе, я, к сожалению, забыл, называется населенный пункт в сторону Ладейного поля. Значит, люди бурили скважину, колодцы сделать невозможно, потому что вода прямо коричневая, очень много железа. Сделали скважину, там сто, шестьдесят метров, до ста метров добивать, все равно вода железистая. Кто-то там решил, они профигачили скважину там 200 метров и добыли соленую воду вообще оттуда. То есть вот такое вот место людей. Люди часто покупают землю для того, чтобы построить там дом, а что там в этой земле, какая вода есть ли она вообще, они даже не знают. Поэтому прежде, чем строить дом, вы смотрите, есть ли вот под вашим домом или на вашей территории вода и какая она. И в этом случае обязательно надо радиологический анализ воды сделать? Конечно, нет, если мы берем природную воду, так там все и радиологии, и бактериологии, и химический анализ сам собой нужен. И паразитологии, и все обязательно. Полный комплексный анализ воды должен быть. Прежде чем вы начнете этой водой пользоваться, вы должны ее полностью проверить. Значит, я вот думал, что я сейчас возьму анализ воды, и мы со специалистом поговорим, и я смогу четко принять решение, что мне нужен конкретно такой фильтр для того, чтобы получить питьевую воду хорошего качества. Я думал, как это сделать? Ответ очень простой. Никак. Это невозможно сделать, потому что ты как только погружаешься в эти детали, во все эти вот штуки и то, что вот мы говорили, в том числе и микробиологии, все. Конкретная вода, из каждого крана вода чуть ли не разная, даже в одном и том же доме она будет разной, поэтому только анализ воды вам скажет, какой фильтр вам нужен. Больше все, не бывает универсального решения, к сожалению. Но коротко, если вы пришли в магазин и вы решили, что вам нужен вот такой фильтр, или вам сказали, что вот вам такой фильтр пойдет, скорее всего это неправильно. Это 90% неправильно, разве что этот специалист из лаборантов, скажем так, стал продавцом и продает фильтры и знает, какая вот в этом месте. Вокруг этого магазина вода, и тогда он может рекомендовать, но это маловероятно. Самым правильным будет это сделать анализ воды и на основе анализа посмотреть, что там есть, выслушать рекомендации специалистов и подбирать уже фильтр под вашу задачу. Но надо понимать, что даже водопроводная вода, она нестабильная. Она может изменять свои свойства ввиду, как вот уже говорили, каких-то наводнений, катаклизмов. Хотя при этом, если водоканал Петербурга следит за этим, в разных городах ситуация может быть совершенно разная. Ввиду ремонта в трубу могло что-то попасть и прилететь в ваш кран. То есть лучше, все-таки, если подходить к воде профессионально, то есть что мы пьем, делать анализ периодически. Раз в полгода как минимум. Как минимум раз в полгода, да. Если вы живете в экологически неблагополучном районе, то делать хотя бы один раз в три месяца. Да. Поэтому старайтесь, если вы заботитесь о своем здоровье, проверять воду и обращаться к специалистам. То есть вот берите этот фильтр и работает, не бывает такого, нет такого ответа, к сожалению. Потому что вода очень сложный элемент, его очень, там все что угодно может быть, надо изучать. И надо добавить, что лаборатория обязательно должна быть аккредитованной, испытательной лабораторией. Не являются законными протоколами. А, то есть экспресс-методы определения воды, они тоже неправильно. Они могут, а нет, минуточку, они, это же экспресс-метод. Это метод, который, во-первых, неточный, да, а во-вторых, это, понимаете, нужно уметь делать лабораторные исследования, даже если это экспресс-метод, есть методика, есть правильный отбор и так далее. То есть там очень много факторов. А просто взять и сделать экспресс-метод, кто хочет, это, как правило, качество такого исследования, ну... Весьма поверхностное. Весьма поверхностное. Поэтому, когда это делает профессиональный сертифицированный специалист, в аккредитованной, испытательной лаборатории, на поверенных приборах... Да, это самое важное, они очень дорогие. Да, и поверка идет, у нас каждый год мы делаем поверки приборов. То, когда выполняются все условия в помещениях, которые делается, вот тогда только можно сказать, что это исследование сделано должным образом и можно на него основываться. Ну, в общем, все, что мы хотели узнать, мы узнали, потому что более глубоко погружаться у нас ролик получится слишком длинный, потому что радиология и бактериология – это уже совершенно отдельная ситуация. И загородная вода – тоже отдельная ситуация. Благодарю вас, Елена, за то, что уделили нам время. Спасибо. Будем обращаться. Всего доброго, до свидания. Вот я и поговорил с экспертом и на самом деле мне казалось, что я получу сейчас ответы на все вопросы и с помощью вот этого анализа смогу четко подбирать, где какой фильтр, сколько он прослужит. Но, к сожалению, это совершенно не так. Любая тема, если мы как только немножко глубже копнули, все, оно сразу же превращается в профессиональную узко-профессиональную дисциплину или как это назвать. И нельзя разобраться отдельно. Даже лаборант нам сказал, что химический анализ – это один специалист, бактериологический – это другой специалист. Радиология – это третий. И все в одно подобрать никак нельзя. Получается, что вроде бы и хочется универсальное решение, какой-то конкретный фильтр. Но такого решения нет. И чтобы вам подобрать фильтр под ваши нужды, вам придется делать анализ воды и придется делать его раз в полгода. Так все фильтры показали, если смотреть с точки зрения лаборанта, то есть вода, которую можно пить и есть вода, которую нельзя пить. Соответствует она нормам или не соответствует. Если она соответствует, значит какая разница, какой фильтр, как фильтрует. Если смотреть на результаты всех этих трёх фильтров, какой бы выбрал я. Все они дали хороший результат. Но естественно у всех у них будет разный ресурс. Я бы уже исходил из удобства пользования и количества членов семьи. Сколько человек живет, чтобы понимать сколько фильтр может профильтровать. Немаловажно имеет естественно возможность подключения системы. Чем фильтр проще подключать, тем лучше. И если бы какой-то из этих фильтров дал плохой результат анализа, то он скорее всего просто не продавался бы на рынке. В нашем случае все три фильтра справились с водой достаточно хорошо. В общем люди хотят, чтобы все за один раз. Вот дайте мне таблетку, чтобы вылечиться от всех болезней. Но к сожалению ответа нет. Я думал, что сейчас я со специалистом поговорю и мне станет ясно, что, куда, как, почему и зачем. Не получится так. Потому что одно цепляется за другое. Это влияет на это, это на то, это на сё и как узнать. Вот фильтр мы взяли, новый фильтр поставили. Он взял и отфильтровал всё. Всё отфильтровано, всё идеально. А прошло какое-то время. Месяц, два, три и что. То же самое будет или нет? Я считаю, что специалист от вопросов не уходила. Она давала ответы на всё то, что в рамках её компетенции. И нет возможности в рамках этого ролика более глубоко погружаться. И как показала практика, никому не надо глубоко. То есть как я делал в видео первый параграф о полипропилении. Все хотят знать как паять полипропилен. Но никому не надо. Детали вот эти вот. Никто не хочет того знать. Пару человек только. Зато трубы экопластик хотят с кислородозащитным слоем полимерным. Но здесь ситуация получается любую. Что бы ты ни ковырнул, везде одно и то же. То есть как только ты начинаешь погружаться в детали, рушатся все стереотипы. Получается, что нет решений. Нет таблетки. А миф в том, что я сто раз так делаю и у меня всё прокатывало. Я пью только дистиллированную воду или я пью только воду из обратного осмоса или я и так с речки всю жизнь пил и всё хорошо. Это, скажем так, с одной стороны миф, с другой стороны это конкретная речка, это конкретный человек, это конкретная вода. Если кто-то делает так же, это не значит, что сосед может делать ровно так же. Скорее всего соседу не повезет. А может и повезет. То есть это делаете вы всё на свой страх и риск. Я думаю, что если мы берем источники, где воду берут условно лечебную, например марциальные воды в Республике Карелия. Вот все эти источники, которые построены, насколько мне известно ещё при Петре. Скорее всего там постоянно берут анализ воды и есть понимание, что за вода можно пить или нет. Поэтому люди приходят там с этими баночками набирают и у всех всё хорошо. Я такую воду тоже пил и всё нормально. А вот так вот случайно воду взять, где-то природную попить. Наверное, если у вас другого выбора нет. Если у вас нет выборов, то какая разница. Если есть выбор нужно знать какую воду вы пьёте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok